МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Последний правильный вор в законе". Пришел, все сразу становятся на церковь и, как он скажет, так и будет. Ревностный хранитель кодекса воровской чести. Несмотрительно говорить о существовании кодекса, потому что его глаза не видели не только исследователи, но и, судя по всему, сами воры в законе. Всю жизнь за решеткой, век воли не видать. Не только символ, но... ...хоте сказать, икона преступного мира. Сила и слабости королей преступного мира. Он даже говорил, что я сейчас хочу писать детские сказки. Я был поражен. Жизнь и смерть по понятиям. Документальный проект из цикла Легенды преступного мира. Вот. 1992 год. Казанская пересыльная тюрьма. Камера была переполнена. 120 человек рассредоточились по нару на углам. Каждый занимался своим делом. Кто-то играл в карты, кто-то леплил из хлебного мякиша, кто-то спал. Внезапно со скрипом растворилась тяжелая дверь, и в камере появился неказистый мужичок с вещами. Такой немолодой, в роговых очках таких больших. Сумка, ну, небольшая у него. Так, поношенная одежда, чуть-чуть такая, ну, не это. Там, поздоровался со всеми, говорит, здравствуйте, арестантский люд. Борис Потапов, бывший заключенный. Свежий человек в камере всегда события. Кто? Откуда? За что? На вид пролетарий заводу красный молот, трудяга. Новенький оказался общительным и вежливым. За два дня успел находит контакт со всеми заключенными, но про себя молчал. Короче, приходит нам малява, что у вас в камере жулик. Вася Бриллиант. Мы прочитали ее и изумились. Да ну нахрен. Где? Ну, мы растерялись, услышали такое имя. Мы растерялись. Кто? Что? Чего? Как? Многочисленным обитателям пересыльной тюрьмы было чему изумляться. Владимир Степанович Бабушкин по кличке Вася Бриллиант это настоящая легенда уголовного мира. Все о нем слышали, но мало кто видел. И неудивительно, он редко бывал на воле. 43 года своей жизни Бриллиант провел в заключении, или, как говорят, топтал зону. Три раза уходил в победу. Он известен не только в России, но и за ее пределами. Всегда считался одним из самых уважаемых воров в законе. Когда появилось словосочетание вор в законе, никто точно сказать не может. По самой стойкой версии, это звание носят профессиональные преступники, принятые в тайное воровское общество и исполняющие все его законы. Отсюда и второе название – законник или князь. Воры в законе – это элиты криминального мира, лидеры из лидеров. Они полностью отвечают за порядок в тюрьмах и колониях и в большинстве случаев распоряжаются жизнью обычных зэков. Воры в законе на современном этапе сейчас – это третейские судьи, которые помогают решить проблемы, которые сами криминальные элементы решить не в состоянии. Участие обывателей понятия «уголовный авторитет» ассоциируется с усколобым небритым амбалом. Грудь в татуировках, руки в шрамах, бычий взгляд и надорванная психика. Ты чего? Ты чего? Хулиганы выкидывают! Помогите! Хулиганы зрения и лисают! В реальной жизни не все, но многие воры в законе – персоны неординарные, наделённые житейской мудростью и недюжинными психологическими способностями. Из-за избытка времени в неволе многие из них очень начислены, иногда знают несколько иностранных языков. Таким был и внешне неказистый Вася Бриллиант. Иди, посмотри, что я в своей сумке везу. И когда он открыл сумку, я ахнул. Там полная сумка была книг. Чехов, Толстой, Лермонтов, Теодор Драйзер. Вася Бриллиант – уникальный вымирающий тип законника. Он свято чтил кодекс воровской чести и ни разу в жизни не нарушил его. После него таких уже не было. Так называемый кодекс вора, то есть свод норм, которых придерживается правильный вор в законе, на самом деле это несуществующий документ. Никто никогда не обнаруживал письменное свидетельство, которое бы доказало существование этого кодекса. Перечень воровских законов формируется устно наиболее авторитетными ворами в законе. То, что закон никак не оформлен, позволяет авторитетам легко менять правила. Бриллиант был верным хранителем старых понятий воровского братства. Тех, что родились вместе с советской властью и благополучно пережили войны и саму советскую власть. Основные его постулаты гласили, не сотрудничай с властью, не работай ни на воле, ни на зоне, не лги среди своих, не бери в руки оружие, не кради у одиноких, бедных и несчастных. Первым королем преступного мира и человеком, живущим по собственным законам, которые резко отличались от законов большинства, принято считать мишкой япончиком. Главарь одесских воров и одновременно командир Красной Армии был личностью поистине незаурядной. Это письмо в апреле 1917-го получил один из богатых одесских торговцев. Положите, прошу вас, завтра утром под деревянные ворота на Софиевской 20 тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это неслыханно. И в Одессе будут о вас говорить. В такой учтивой манере вымогал у торговца деньги мишка япончик, он же Моисей Винницкий. Одесса. 1917-й год. Раскусый щегольски одетый мишка япончик сидел в квартире торговца Шейна. В петлице букетик цветов на лице вежливая улыбка. Молчал, покручивая перчатку и наблюдая, как Шейн на глазах впадает в состояние шока. Причиной была не улыбка япончика, а душероздирающие звуки из открытого окна. Кричали люди, истерически мычали, чем-то захлебываясь коровой. Во дворе люди япончика резали скотину торговца. Я уже писал вам письмо. Если я не получу своих денег, вы тоже будете недовольны. Почему вы не послушались? Значит, завтра пришлете деньги? Сразу ко мне домой. Вот мой адрес. Когда, совершив первый в Одессе рэкет, япончик появился во дворе дома, случилось неожиданное. Глянув на залитую кровью землю, король бандитов поблюднел и потерял сознание. Он с детства не переносил ни вида, ни запаха крови. В течение всей своей дальнейшей воровской деятельности мокрые дела япончик не признавал. Он понял главное, чтобы тебя уважали в этом мире, убивать не обязательно. Мишка Япончик вводит собственный кодекс налетчика. По этому кодексу врачи и учителя получали привилегию спокойно жить и работать. Ограбление и оскорбление считалось строжайшим нарушением закона. Вор в законе всегда говорит, потому что мне никто не может указывать, никто мне не может приказывать. Я человек свободной воли, то есть я как думаю, так живу. То есть если меня избрали, значит я иду правильным путем. То есть все, что он говорит, это слова как бы, ну, если так, ну, как бы, царские слова. То есть он сказал, все это царь. Иван Банников, продюсер фильма «Воры в законе. 20-21 век». Япончик совершал ошеломительные налеты на рестораны, театры и места скопления коммерческой элиты. Доходило до того, что быть неограбленным япончиком становилось просто неприлично. Для коммерсанта это означало нечто вроде понижения статуса. Постепенно весь уголовный мир Одессы признал Мишку Япончика своим вождем. Вскоре он возглавил несколько тысяч налетчиков и контрабандистов. Мишка Япончик считается отцом воров в законе. О его подвигах ходили легенды еще при жизни. В 1919-м Япончик совершил очередной незаурядный шаг. Явился к начальнику особого отдела ВЧК 3-й украинской армии с предложением сформировать полки запетых уголовников для борьбы с петлёй. Наверное, от неожиданности добро было дано. Сражение было выиграно. Но этой победой Япончик вызвал ревность других красных командиров. Его авторитеты боялись. И прежде всего Котовский, сам бывший разбойник. 4 августа Моисея Винницкого расстреляли без суда и следствия. По некоторым версиям, такой бесславный конец короля Одессы стал для уголовников уроком. В кодексе воровской чести появился пункт. Ни при каких условиях не сотрудничать с властью. Понятия, конечно, это очень тонкая вещь. И понятия, они в основном строятся противодействию власти. Вася Бриллиант, последний из уголовных мамонтов, честно хранил традиции и жил исключительно по понятиям. Из пускулата тотального противодействия власти вытекали и многие остальные пункты. Не работать, не служить в армии и даже не жениться, так как для этого требовалось получить печать в государственном органе ЗАГСе. образ жизни вора старой закваски прекрасно выразил главный герой известной комедии. Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. Вася Бриллиант был обязан вести жизнь аскетом. Законнику запрещалось окружать себя дорогими вещами и копить деньги. Из упрошений допускалось только одно. Татуировки. Это были звезды, которые татуировались на плечах и коленях вора. Это было признаком того, что человек принадлежит к воровской касте. Аскетичная жизнь Владимира Бабушкина для современных воров в законе уже не является примером для подрога. Уголовные авторитеты с дорогущими иномарками, домами, скорее похожими на санатории, больше напоминают олигархов, а не романтических робин-гудов, наказывавших богатых и глупых. Ни ворозаконные, которые перешли в бизнес, их называют уже не ворозаконными, а криминальными дельцами. То есть они почти становятся как для теневой экономики. Вячеслав Розинкин. Почетный член Российской Академии Юридических Наук, член Лиги Ветеранов-борцов с организованной преступностью. Вымирают не только основные понятия, но и часть воровских специализаций. Вася Бриллиант в свое время был аристократией уголовного мира, вором кармани. Говорят, что это талант врожденный. Чтобы виртуозно обчистить клиента, требовалось не только особое владение пальцами и всеми суставами, но и мгновенная реакция и стальные нервы. И у меня тоже восхищение, как вот работают. Ты же смотришь, как это все технически делается. Красиво. Как разрезают, вот как ставят. Владимир Мартиросов. Начальник отделения 13-го отдела Мура в 60-е и 70-е годы. Владимир Мартиросов хорошо знает, о чем говорит. Сыщик в свое время специализировался на поимке карманных воров. Специалисты карманного дела в основном уважали Мартиросова. И он до сих пор помнит адреса своих подопечных. Самым сложным и интересным делом Муровец до сих пор считает погоню за Анатолием Головановым. Противостояние вора и сыщика длилось 12 лет. Я шел как на работу. Вот, говорит, идет человек на завод, а я иду тоже как-нибудь на смену свою. Ну, а что платили? На заводах мало платили. Ну, прожиточный минимум так было бы. Что там платили тебе? 120 рублей. Анатолий Голованов. Вор-карманник. Анатолий Голованов за изворотливость и хитрость, получивший кличку Лиса, обчищал клиентов филигран на высшем уровне. Мог легко вынуть из портмона деньги и оставив на месте документы, вернуть его в карман зеваки. Или, расстегнув пальто, обчистив карманы пиджака и умудриться застегнуть пальто обратно. В месяц Лиса зарабатывал около 2-3 тысяч, поэтому позволял себе каждый день завтракать в национале. Я работал лаборантом, да, я получал 70 рублей. Это низ зарплаты. Вот. Ну, в основном, все крутилось вокруг 100 рублей. 100, 120, все отдалживали, переодалживали. Вообще-то, отдалживание, переодалживание, перекладывание, это национальная черта была такая. Опа, игра такая. Обязательно до получки, пятерочку, десяточку, занятошку. Всегда хорошо одетый, в кашемировом пальто девушкам Лиса часто представлялся как актер МХАТа, хотя на самом деле закончил всего 4 класса. Сказали, это директор магазина или директор какого-нибудь завода. Всегда одевался пальто, шапка, андатор, там, махеровый шарф. Как и большинство карманников, Голованов был артистичен и имел не только талантливые руки. Тебя увидел я впервые, когда красавица зима, раскинув кудри золотые, пришла и встала у окна. Свою будущую жену Анатолий покорил романцами. Уже после свадьбы молодая девушка узнала, почему в кругу друзей ее мужа называли Лисой. Узнав правду, Голованова работая заведующей ювелирным магазинам не стала подавать на развод. Они до сих пор вместе. Их необычному союзу уже более 50 лет. С кем ты связалась? Как ты могла? Ты посмотри на себя и с кем ты связался. Я говорю, а я не люблю его. Поймать Голованова на деле у кармана было невероятно сложно. Профессиональный щипач за версту чувствовал или на жаргоне срисовывал служителей правопорядка. Хвост за собой никогда не приводил и всегда контролировал ситуацию. Но как бы Лиса хвостом не мела, всегда найдется охотник хитрее ее. Лиса шел на работу в последний раз. Мысленно прощался с Москвой. Послезавтра он уже будет не здесь, а в новой лучшей жизни. Америке. Виза давно получена. Вещи упакованы. Билет на самолет куплен. Не надо бы рисковать, но он не мог удержаться. Последний кошелек как символ прощания с родным городом. Клиент, и точнее клиентку, он срисовал быстро. Пыхтящая крупная баба-колхозница с двумя сумками. Явно довольная, спешит на вокзал после удачного дня работы на рынке. А значит, везет в выручку. В этот момент случилось неожиданное. Товарищ, вы здесь не открываете двери! На следующий день самолет в Америку улетел без одного из своих пассажиров. Анатолий Голованов остался в России. Шесть лет строгого режима. Это есть охота. Почему у нас многие, ребята, все, да почти 90% рыбаков, да, охотников. Это нужно глаз иметь. Я же говорю, проезжая в машине мимо остановки, ты его вычисляешь. Самое главное зрительное память. Как жалуются не только старые уголовники, но сами сыщики, в наше время вор пошел уже не тот. Не виртуозы тонкой работы руками, а элементарные от немалые. Выхватил сумку из рук и пустился на утюг. Наши дела очень трудные, так что это не каждому дается. Воровать-то надо уметь. Не в тюрьме сидеть-то. В тюрьме и дурак может сидеть любой. Да, воры его любому и сиди. А чтобы это украсть технически, это надо знать, какой разум нужен. Конец эпохи правильных воров, так называют начало 21 века, специалисты, изучающие преступный мир. Классическим образцом жизни вора-законника, кроме легендарного Вася Бриллианта, был и его ровесник Саша Шорин. Уважаемый вор в законе жил по старым воровским традициям скрома. Все по правилам без машины, жены и постоянной прописки. Можно было жить только там, где ты прописан. Если у тебя не было никаких особых претензий жить в Москве или в Ленинграде, то это ничего не значит. А прописаны прописаны. Были люди, которые вообще ехали покорять Москву или Ленинград. Это отдельные люди. И без прописки они ничего сделать не могли. Я с огромным трудом получил прописку в Москве. Уровень письма, запроса не меньше замминистра. Будучи преступным авторитетом, Саша Шорин солидную долю от криминального бизнеса пускал в общак. А сам даже квартиры не имел. И до последних дней уже 70-летним стариком работал в трамвае для удовольствия. Кошелек запрыгин. Иначе тебе будет плохо по-настоящему. Сейчас разбежался. Что у тебя приятный дурачок, чтобы я сам себе с полусрок поднял? Товарищи, граждане, на провокации им главное в плане галочку поставить человеку. Они ему посадить. Ничего у меня нету. Ничего. Пусти. Никуда не пойду. Выйдет туда. Никакие не свидетели. Баба кипят подняла. Когда у меня за руки подхватили? Московский вор в законе Саша Шорин стал прообразом Кости Кирпича в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя». Исполнитель главной роли Стас Садальский с Сашей Шориным никогда не встречался. Но после выхода фильма на экраны получил посылкой ящик французского коньяка. Соправильное понимание образа. Кошелек, Кошелек, какой Кошелек? Как повелось, у нас так повелось и вот именно вот это слово в ворозаконе их поднимается и всего прочего что называется криминальное этого взбородом. Сергей Дышев писатель, автор книги «Воры в законе и авторитеты». Не заговоришь не какой-то бычьё бредоголовое. Если они действительно выбились в своей среде, то действительно это люди неординарные. Ни в одной стране мира нет явления подобному российскому институту воров в законе. Это списки состоявших на оперативном учете воров в законе разных лет. В 29-м году в местах заключения 37 тысяч авторитетов. В 50-е их уже не более двух десятков. Сейчас несколько сотен. Правильный вор, законник, категорически отделяет себя от государственной власти. Но тем не менее история криминальной касты воров в законе очень тесно сплетена с историей советской власти и с большой политикой. Бабушкин Владимир Степанович или Вася Бриллиант последний вор Непминской закалки. Он из тех, кто всю жизнь свято чтил кодекс воровских правил. Бриллиант 44 года провел в пересылках, тюрьмах и лагерях. И за всю жизнь ни дня не проработал на государство. А Вася Бриллиант он как символ он но если хотите не только символ но хотите сказать икона преступного мира люди которые его слушали верили делали все что он говорит Одно время тема воров в законе была в России супер хитом многие испытывали к ним необъяснимую симпатию не исключено что для некоторых статус этих людей стал своеобразным символом сопротивления государственного произвола как говорят многие уникальность нашей страны заключается в том что половина населения сидела а половина его сторожила это конечно художественное преувеличение но большая доля правды в нем есть имевший тюремную закалку бывший грузинский вор Иосиф Сталин главными личными врагами считал именно политзаключенных а не уголовных он стал наполнять тюрьмы людьми а это было огромное количество людей и этим надо было управлять для того чтобы они не создали какой-то революции и так далее чтобы они были всегда подавляемы поэтому на то время как мы понем уголовники жили лучше чем политзаключенные это специальный приказ органов госбезопасности от 8 марта 1931 лагерная администрация рекомендовалась привлекать классово близких пролетариату людей для поддержания порядка в многомиллионной армии заключенных разрабатывавших рудники и рывших канал многие потеряли жизнь за то что сказали просто слова а иногда и слов не надо были и доносы и все вся система была построена на страхе лагерях унижения и убивания всего инициативного по данным некоторых историков идею отдать власть преступным авторитетам в лагерях Сталин подсказал Натан Фрэнк фигура в российской истории неординарной миллионер бандит и генерал НКВД генеральный конструктор ГУЛАГа вырос в Одессе где не брезговал ничем скупка краденого контрабанда прямые грабежи был соратником легендарного мишки япончика но через несколько лет процветание попался получив 10 лет лагерей Фрэнкель и там проявил себя как недюжинный коммерсант в нем проснулась деловая жилка одесский вор и бандит увидел в зэках бесплатную рабочую силу о гениальных задумках арестантов вскоре узнали не только в администрации колонии но и в Москве Фрэнкель вызвал к себе сам Сталин нынешние и бывшие заключенные прекрасно нашли общий язык все лидеры государства на тот момент они были людьми тех же понятий то есть тех же мировоззрений потому что они все вышли из тюрьмы и Сталин и Ленин и все все и сверху и все остальные они все прошли в тюрьму вполне может быть что если бы не было Натана Фрэнкеля то не было бы тех легендарных лесоповалов о которых столько песен спел ведь до его появления в кабинете у вождя заключенные не имели никаких трудовых повинностей черная звезда Натана Фрэнкеля взошла Сталин не только назначил уголовника главным прорабом строительства Беломорканала но и затем поручал ему наиболее ответственные участки социалистического строительства Беломорканал построенный с рекордной скоростью в 20 месяцев стоил жизни 250 тысячам заключенных именно он высказал идею поддерживать жесткую дисциплину среди политических узников с помощью профессиональных уголовных Бросской элемент был на особом счету в НКВД и использовался как криминальный элемент использовался как регулятор политической той политической среды которая существовала в ГУЛАГе уголовным авторитетам разрешалось створить в лагерях все что угодно именно тогда и появилось словечко беспредел они выполняли роль старших над политзеками политзеки были называются низшей категории а наши руководители уголовной исполнительной системы ставили для того чтобы те заставляли их работать один за другим Френкель получил пять орденов Ленина и звание героя социалистического труда а в Советском Союзе оформилась узаконенная криминальная каста воры в законе с широчайшими полномочиями и привилегиями от лагерных администраций каждый вор должен обязан патронировать места лишения свободы обязан организовать воровские сходки контроль за принятием и за исполнением решения воровской сходки обязаны пропагандировать воровские обычаи и традиции Великая Отечественная война перевернула жизни всех в нашей стране и не только мирных граждан прошлась она и по уголовнику война разделила воров в законе на два лагеря часть из них решила взять в руки оружие и встать на защиту страны другие на фронт идти отказались это противоречило одному из законов воровской чести не иметь никаких дел с государственной властью в сорок первом году Владимиру Бабушкину исполнилось всего 13 лет поэтому глобальный вопрос стоивший многим ворам жизни перед ним никогда не стоял объясняли объясняли что родина это родина и за родину жизнь надо положить поэтому это не выдумки это правда просто мои старшие товарищи все это мне рассказывали вы к сожалению ушедшие и добавляли себе года и сбегали просто мальчишки на фронт и а уж сколько людей имевших так называемую бронь бронь это давалось всяким специалистам разным артистам или инженерам нужным ученым там давалась бронь то есть от фронта им они получали но все равно шли добровольно шли на фронт конечно урки защитники родины начинали со штрафных батальонов но воевали они как правило хорошо черная смерть так сами фашисты называли батальоны сформированные из ответов уголовных как правило их легко можно было узнать по отборнейшему мату и блатным словечкам не носившимся из траншей они наводили на немцев такой ужас что прознав что перед ними уголовный батальон обычные воинские части вермахта уходили их заменяли на солдатах эсэс нас дали порвались в траншею оказалась траншея эсэс и они вырезали ножами в том числе он вместе с ними вышли и говорят по уши в крови ну и всем за это дали ордена они присвоили офицерское звание сразу вернувшись домой после победы с орденами и медалями воры фронтовики попытались вернуться к прежней преступной жизни так как больше ничего не умели но не тут и было для них началась ночь длинных ножей противостояние авторитетов было пожалуй самым драматическим моментом в криминальной воровской истории после войны те не воевавшие которые сидели плотно в зонах там не работая как правило как всегда они на сходках которые были в 40-х 50-х годах значит говоря их языком сделали предъяву тем которые получается так сотрудничали с органами власти хотя какие-то органы власти это называется армия которая защищала свой народ всех вернувшихся с фронта классические воры законники объявили предателей им был вынесен смертный приговор воевавшие наоборот считали не воевавших предателями родины и требовали изменения блатных правил кровавая междоусобная война разразилась во всех тюрьмах и зонах советского союза надо сказать что этот процесс проходил под полным контролем правоохранительных органов в частности МВД и в дальнейшем страховался со стороны органов госбезопасности он ни разу не выходил из-под контроля лагерные администрации на кровопролитии смотрели сквозь пальцы наоборот даже не пытались разделить врагов сталкивая их на одной территории по некоторым подсчетам в процессе резни погибло несколько десятков тысяч воров в закон Вася Бриллиант как классический правильный вор в законе всегда осуждал тех кто взял в руки оружие по воровскому кодексу ни они ни он не имели права пачкать руки кровью это допускалось лишь в случаях если приходилось наказывать предателей исполняя решение воровской сход в 1954 году он убил троих воров в законе каждого нашли с заточкой в сердце коронный удар воров в законе ваганьковском кладбище есть удивительный памятник безголовая женская фигура из белого мрамора педестал весь покрыт надписями вроде Соня научи жить или мать дай счастье жиган согласно легенде под этой могильной плитой походится незабвенная гениальная карманница Сонька Золотая Ручка вора и налетчики 19 века уважали Софью Блюфштейн говорили о ней голова бабы на современном блатном жаргоне ее бы назвали вор в законе кстати интересный факт среди женщин преступниц нет института воров в законе и общего воровской мир не стоит на месте он меняется вместе со всем но до того чтобы короновать женщину дело конечно никогда не дойдет хотя кто знает и Мишка и Пончик и Сонька и Золотая Ручка никогда бы не поверили тому что сейчас происходит с ворами в законе статус вора можно было купить существует например свидетельство того что старые воры в законе короновали своих детей просто заплатив в общак определенную сумму стандартной суммой была 300 тысяч долларов раньше вор в законе не считался таковым если не сидел в тюрьме считалось что именно зона настоящий дом вора а свобода явление время вор должен сидеть в тюрьме верно? вот что людей интересует на самом деле сейчас не заманишь говорится некими ковришками туда потому что все воры в законе сменили бушлаты на смокинг у всех есть приличное производство приличный бизнес времена когда воры в законе будучи на воле отказывались ехать в автобусе если у нем был сотрудник милиции уже прошли сейчас преступные авторитеты вместе с артистами чиновниками и даже генералами ходят в баню на охоту и на рыбалку единственным последним хранителем чистоты воровского кодекса который придерживался всех воровских обычаев понятий и почти всю жизнь просидел в тюрьме был российский вор бабушкин по кличке Вася Бриллиант таким президентом преступным в мире был Вася Бриллиант которого уважали чуть больше если так сказать мягко чем других воров в законе любой человек находившийся в тюрьме кого бы спросили Вася Бриллиант да знаю если бы ему сказали что Вася Бриллиант сказал идите то есть ты понимал что если ты не пойдешь то ты значит против Вася Бриллиант а значит против всего сообщества это было ну как бренд как сейчас говорят бренд имени вот этот бренд преступного мира был законник чувствовал что его стойкое сопротивление слиянию воровского мира и политики не останется безнаказан на воровских сходках выносивших вопросы о внедрении во властной структуре он часто единственный голосовал против когда бриллианты отправляли в Соликамскую колонию имевшую черную славу все ожидали бунта если бы самый уважаемый вор только дал знак на его защиту ринулись бы как один но князь воров покидая брату не стал призывать к мятежу он лишь махнул своим рукой на прощание да я еду на Соликанск на Белый Лебедь меня там убьют я говорю дед да ладно ты что он говорит да не-не меня мусора везут убить я им поперек горло ставлю Владимир Бабушкин смертельно устал за 43 года проведенных за решеткой 1985 год Соликамск сейчас в Соликамской колонии Белый Лебедь содержатся те кто осужден на пожизненные сроки зверские убийцы и жуткие маньяки но еще 20 лет назад здесь сидела совсем другая криминальная публика сюда привозили лидеров преступного мира за 10 лет существования Белого Лебедя 130 воров в законе написали здесь письменный отказ от воровских традиций и потеряли статус авторитета это заявление вора в законе Кравцова решил завязать наступает в жизни какой-то предел когда все-таки задумываешься на что тратишь жизнь и жизнь ли это нет в ней романтики одна грязь и страдания это я вам говорю бывший вор в законе что заставило опасного рецидивиста порвать с прошлого задушевные беседы с начальством или условия содержания для авторитетов они неслыханные равные условия для воров и опущенных труд как непреложное правило а вору работать значит терять свой статус перекрытие каналов информации из других зон нет общака и прочих благ положенных по рану и главное в преступном мире укрепилось мнение что из белого лебедя еще никто не уходил неразвенчанным что это центр воровской дисквалификации режимное учреждение оно специально создавалось для того чтобы там подавляли воров в законе уничтожали их ломали волю ломали дух доходя до беспредела одни сопротивлялись здесь несколько месяцев другие по несколько лет затем кто-то писал отказ а кто-то фотографировался с табличкой в руках я больше не вор с Владимиром Бабушкиным вышла осечка он провел здесь всего несколько часов и умер падает и ударяется головой а с приступок который и был угольник металлический в преступной среде совсем другая версия одни говорят повесился в камере не желая терпеть беспредел над собой другие уверены убит наемным убийцей кого-то не устраивали призывы Бриллианта чтить старые воровские понятия и традиции к нам попала уникальная аудиозапись с голосом Васи Бриллианта это разговор с сокамерниками о негласном кодексе у меня 40 лет и я знаю как ватра могут запутывать маски меня заперли над белым лебедем чтобы я исправился как горячо наша позиция прошла не по вкусу политическим и теперь для них преступный мир как и Россия словно гость отборы я снова напоминаю Бриллианта номер один не лезть в политику эту речь вот этот голос меня приглашали на сходники где присутствовали воры и просто руку жали за то что мы хотя бы вот это могли услышать что вот это услышать вот это вот завещать услышать любой специалист своего дела в том числе и криминального оставляет после себя учеников и последователей да и уголовный мир нашей страны не может долго обходиться без собственных романтических идолов после смерти Вася Бриллианта на небосвод быстро взошла другая криминальная звезда Вячеслав Япончик Япончик вот от Бриллианта он получил какое-то вот это благословение на будущее он обратил внимание на него сказал что это человек сильного духа более современный не в арестантской робе а в дорогом костюме но такой же откровенный преступник в законе он по-своему боролся с криминальным беспределом как мог развенчивал купленных воров и вершил споры по своим прежним понятиям почему уважали Япончика потому что сегодня Фемида работает безобразно плохо и сегодня можно если обратиться в суд где дела есть и по 2 и по 3 и по 5 лет Вячеслав Кириллович если к нему обращались мог решить в считанные сутки Марк Крутер адвокат Япончика автор книги Я защищал Япончика о прославленном в аре в законе Вячеславе Иванькове известном под кличкой Япончик написаны сотни статей в России и Америке Франции и Канаде ему посвящены целые главы во многих книгах о российском криминалитете о нем рассказывают легенды у нас Изоакем для живущих в Нью-Йорке эмигрантов он был в свое время своего рода Робин Гудом как вы говорите он был скромный он никогда не афишировал себя Вилли Токарев певец Вилли Токарев лично с вором встречался только однажды за год до гибели Иванькова однако оба известные артисты знаменитый вор в законе сыграли в судьбе друг друга большую роль Он спокойный был образованный очень образованный меня это поразило на любую тему он мог говорить он даже говорил что я сейчас хочу писать детские сказки я был поражен Иваньков часто бывал на концертах певца а Токарев с помощью имени Япончика избавился от итальянской магии песню Слава он посвятил Япончику Слава потерпи еще немного Жить дано нам сто и двадцать лет Жаль что на свободную дорогу не могу купить тебе билет Широкая масса всегда у нее в голове звучит та музыка которая соответствует образу жизни и вот это я приехали подольские на черном BMW вот это вот с характерным прикусом это разная может быть музыка понимаешь мой номер 245 на телогречке опять первое что приходит в голову ну у нас просто в процентном соотношении огромная часть населения проходит через тюрьму понимаете и от тюрьми до сумы вот это наша пословица тут зарекаться не надо тут в две минуты можно попасть что угодно и на любую основу сегодня многие в том числе и специалисты МВД склонны утверждать что воры в законе утратили свое могущество и влияние в криминальном мире тем не менее корона вора в законе продолжает оставаться желанным и лакомым кусочком для некоторых поэтому и цена на нее поднялась уже до миллиона долларов кое-где на бескрайних пределах бывшего СНГ эта криминальная каста настолько популярна что во время одного из запросов школьников 25% из них указали что хотели бы стать ворами в законе